Здравствуйте, дорогие друзья, с полезными советами вновь Виталий Декабрёв. Сегодня я не выдержал и приехал на дачу для того, чтобы посмотреть, как поживают мои любимые растения. Все, в общем-то, хорошо. В этом году снега предостаточно, чтобы прекрасно пережили зиму незимостойкие растения. Теплицы открыты, пусть промораживается в них почва, чтобы как можно больше вредителей погибло, в особенности белокрылка. И чтобы поездка уж не была такой бесцельной, сделаю кое-что полезное и интересное. Это шаровидная туя. Осенью я ее связал, стянул для того, чтобы форма не развалилась под тяжестью снега. И вот сегодня как раз уберу этот тяжелый снег, это уж точно не помешает туе. Мало кто знает, что туи и можжевельники можно укоренять зимой. Саженцы такой туи, даже самые небольшие, стоят очень недешево. Значит, вырастим их сами. Что для этого нужно сделать? Конечно, взять черенки. На черенки берем строго боковые веточки. Прирост прошлого сезона на ветках позапрошлого года. Они должны быть длиной от 7 до 15 сантиметров. Резким и уверенным движением руки отрываем ветку. Должна остаться так называемая пяточка. Вот она. Это и есть залог хорошего укоренения. Черенки отправляем в полиэтиленовый пакет. Если поездка с дачи займет много времени, то лучше заверните черенки во влажную ткань. Можно отправляться домой. Можно приступать к посадке. Для начала приготовлю почвогрунт. Для этого смешиваю в равных частях торфяной грунт и кокосовый субстрат. И добавляю пару горстей вермикулита. Главное правило укоренения черенков туи и можжевельника – приготовить очень рыхлый субстрат. Теперь мне нужно подготовить черенки к посадке. Что я буду сейчас делать? Снизу на одну треть убираю всю хвою. Мои черенки готовы. Теперь раскладываю укрывной материал, лишнюю убираю. И укладываю грунт слоем 2-3 см, не доходя до края, который ближе ко мне. Слой, как вы понимаете, должен быть равномерным. Вот что у меня получилось. Я уверен, что черенки и так хорошо укоренятся без дополнительных стимуляторов. Но, тем не менее, лишняя энергия им не повредит. Опудриваю пяточку и стволик нашего черенка на 3 см. И укладываю на грунт. Заглубить черенок нам нужно на 3 см. Расстояние между черенками должно быть 5-8 см. Теперь увлажняю грунт. Увлажняйте в меру, чтобы в грунт не текло. Теперь подгибаю свободный край от грунта. И закручиваю. У нас должна с вами получиться улитка. Вот такая штуковина у меня получилась. Отправляю в кашпо. Для того, чтобы черенки без проблем укоренились, нужно создать определенные условия. А именно, повышенную влажность. Сделаем парничок. Для этого мне понадобится пластиковая бутылка. Отрезаю дно. И делаю в бутылке 4 надреза. Сантиметра 3-4 см. Поскольку бутылка у меня чуть шире кашпо. А мне нужно, чтобы она хорошо села. И там создавался определенный микроклимат. Попробуем. Идеальный получился парник для укоренения моих туй. А опрыскивать мы с вами будем через верхнее отверстие с крышкой. Старайтесь, чтобы грунт всегда был влажный, но не переувлажненный. Иначе черенки могут подгнить. Поставлю черенки на подоконник под агролампу. Не стоит ставить посадки на прямые солнечные лучи. Самая благоприятная температура для укоренения туй – плюс 18 градусов. Уже через полтора-два месяца у большинства черенков появятся корешки. Совсем скоро, а именно 10 февраля, будем вместе с вами приступать к посевам и туней. Пожалуй, самых главных однолетних красоток в нашем саду. Сейчас в садовых магазинах просто огромный выбор. И достаточно сложно в нем сориентироваться. Попробую хоть как-то вам помочь. И показать свою коллекцию, которую я приобрел в этом сезоне. Ну, начну, пожалуй, с самого интересного сорта. Он называется Триумф Черный. Это крупноцветковая петуния. В этом пакетике превосходная смесь с огромными до 16 см бахромчатыми цветками. А вот это уже гибрид петунии многоцветковой. Называется Дуо Лавандовый. Эта гибридная форма петуния имеет объемный компактный ветвистый кустик высотой 25-30 см. Обратите внимание на этот гибрид. А следующая петуния бахромчатая. Это сорт, называется Альба. Диаметр цветка, как обещают производители, тоже 16 см. Я, если честно, не представляю вот эту красоту. Но меня здесь еще впечатляет расцветка. Следующий гибрид называется Танец страсти. Действительно, ярко-красные цветы с белыми штрихами напоминают танец. В кашпо в одиночной посадке этот гибрид будет смотреться просто великолепно. Следующие гибриды предназначены для совместной посадки. Красное море и синее море. Классическое сочетание. Эти петунии также крупноцветковые. Кусты высотой 25-30 см. То есть отлично подходят для высадки в открытый грунт. Для любителей такого сочетания цветов можно купить в одном пакетике смесь, которая называется полярная ночь. И это гибриды. В последнее время бешеной популярностью пользуется петуния ампельная. Это гибриды под общим названием лавина. Молодые кустики прямо стоячие. Вырастая побеги, свешиваются и образуют настоящую лавину из крупных цветков до 10 см в диаметре. Все это изобилие красок может оказаться и у вас на участке. Семена гавриш. Высокое искусство российской селекции. Спрашивайте в магазинах нашего города. А сейчас уступаю место Ивану Якшину. У него в этот раз невероятно красивые георгины. Здравствуйте, уважаемые дачники. Сейчас конец января, а значит, есть смысл проверить ваши корневища, которые вы убрали на хранение. Если у вас корневища подсохли, то есть смысл их пересыпать новым субстратом. Я вот принес два вида субстрата кокосового. Это мелкая фракция и более крупная. Для георгин подойдет более крупная фракция. Почему? Потому что кусочки более крупные, лучше воздухообмен, и они не загниют. Если они у вас уже загнили, то есть смысл обработать специальными препаратами под гнили. И потом опять же подсушить и засыпать чуть влажным кокосовым субстратом. А у кого нет георгинов на даче, я советую сейчас идти в магазины и покупать. Сейчас огромный выбор георгинов. Сегодня я принес очень интересную серию Гэллари. Это серия низкорослых георгинов, которые можно выращивать не только в открытом грунте, но также и в кашко. Высота куста 40 сантиметров и цветут они, начиная с июня месяца и до заморозков. Начните собирать коллекцию низкорослых георгин. Это очень красиво и интересно. Также я сегодня принес коллекцию баклажан для теплиц. Высокорослые баклажаны. Это такие баклажаны, как каприз. Высокорослый баклажан до полутора метров. Плоды в районе 200 грамм. Его родственник баклажан маркиз. Эти баклажаны также высокорослые, без горечи, очень вкусные. А также баклажан буржуй. Высокорослый баклажан массой до 500 грамм. Очень вкусный, с белой мякотью, практически без горечи и семечек. А также я принес коллекцию длинных томатов. Это томат итальянский спагетти. Длиной до 15 сантиметров. Очень здорово смотрится в консервировании, а также на столе. Томат гаванская сигара. Чемпион по урожайности. Высокорослый сорт. Длина томата до 20 сантиметров. Очень интересный сорт. Томат казанова. Очень необычные формы. Длина до 20 сантиметров. Растет и в теплицах, и в открытом грунте. В любых климатических условиях. Томат алый мустанг. Тоже удлиненный томат весом до 400 грамм. Великолепно себя чувствует и в теплицах, и в открытом грунте. С огромным урожаем. Не забывайте про досвечивание. Без дополнительного освещения вы не вырастите хорошие рассады. Экспериментируйте в этом сезоне, друзья, и выращивайте хорошие урожаи. В центре эффективного садоводства Ивана Якшина большой выбор товаров для дачников. Внимание! Открылся новый магазин на улице Волгина, 122. Сегодня займусь пересадкой своих новозеландских дельфиниумов. Засиделись они в тесных торфяных таблетках, и на листьях видны признаки хлороза. Это не есть хорошо. Для дальнейшего роста и развития дельфиниумам нужен отличный плодородный и рыхлый грунт, который, как всегда, составлю самостоятельно. На 3-4 части земли добавляю одну часть настоящего биогумуса. Это натуральное удобрение. Также добавляю одну часть кокосового субстрата. В нем тоже есть дополнительное питание. И кокосовый субстрат будет отличным разрыхлителем. Еще один ингредиент – это вермикулит. А помимо его разрыхляющих свойств, он еще и впитывает лишнюю воду, а потом, когда нужно, отдаст корешкам растений. Все тщательно перемешиваю. Отличный получился субстрат. Теперь совсем немного насыпаю на дно стаканчиков. А вот в этих таблетках есть все необходимое питание. Здесь микро- и макроэлементы, которые находятся в естественной биологической связи. Вот они. По одной таблетке раскладываю в стаканы. Снова насыпаю почвосмесь буквально пару сантиметров. И уплотняю. Теперь аккуратно снимаю чехол с торфяных таблеток. Уже корешки виднеются. Старайтесь не повредить корешки. И опускаем в стакан. Отлично. Можно подсыпать оставшийся грунт. Уплотняем. И с остальными растениями проделываем всю ту же самую работу. Рассаду пентасов тоже ждут просторные квартиры. Посмотрите, как они чудесно выглядят. Теперь посадки я поливаю водой с добавлением биологического фунгицида. Бактерии поработают и обеззаразят почву, вытеснив всю патогенную микрофлору, если она, конечно, есть. Вот и все. С дельфиниумами разобрался. А теперь передаю слово Александру Леонидовичу Сансонову. Здравствуйте. Сегодня мы будем с вами говорить о крупных томатах. Самый популярный в Краснодарском крае крупный томат – бели. А дачники его любят. Почему? Потому что отличный в консервированном виде получается. А вот в Чапаевске один из популярнейших красных томатов – «Мелодия» и вкусный, и транспортабельный. А «Берберана» – это самый популярный в Кене-Черкассах красный томат. Почему? А потому что он и транспортабельный, и вкусный, и неприхотливый на питание. У «Берберана» есть сильный конкурент. Это томат «Мортес», который вкусный и транспортабельный. «Гилгал», «Белфорд» – они интересны тем, что они розовые внутри, а красные сверху. Розовые томаты. Один из популярных в Краснодарском крае – томат «Грифон». Как ему и чем ему противопоставить? Это прежде всего «Пинг Уникум», «Пинг Парадаз». Это очень вкусные томаты. Появились такие томаты, как «Тамимара Мучо» – самый дорогой томат. Который неприхотливый, вкусный, имеет освежающий вкус. И томат «Пинг Самсон». Это супермодель 2017 года. Если вам нужны оранжевого цвета плоды – это «Биоранж» – оранжевый спа. А теперь о невысоких красных томатах, которые любят самарские дачники. Вот есть «Вера», «Надежда», «Любовь». «Вера» – это ранние и крупные. «Надежда» – это крупные и вкусные. А «Любовь» – она еще крупнее, чем эти томаты. Скоро появятся еще новые томаты. Но это будет в следующих передачах. Желаю вам богатого и надежного урожая. «Семка Самара» приглашает фирменные магазины за дачными товарами. Семена, грунты и удобрения. Оптовая торговля – 9500-900. Продолжаю ориентировать вас в многообразии семян овощных культур. И начну с серии низкорослых томатов и перцев. Первый гибрид томата называется «Тетя Валя». Это раннеспелый детерминатный гибрид 60-80 сантиметров в высоту. Плоды очень красивой формы и цвета. Они небольшие, массой 50-70 граммов. Благодаря своей плотной мякоти этот гибрид отлично подходит для засолки. Следующий гибрид называется «Веня». Плоды у него также некрупные – 60-70 граммов. Но он еще ниже. Высота взрослого растения – 40-50 сантиметров. Для грядок и балконов эти два гибрида просто идеальны. Следующий гибрид называется «Василич». Он покрупнее. Масса плодов 120-130 граммов. Ценность гибрида заключается в высокой продуктивности и отличной лёжкости. В квартире красные плоды этого гибрида хранятся до двух месяцев. А теперь перехожу к перчикам. Перцы тоже для вас подготовил самые, пожалуй, низкорослые. Перец сладкий свеча и фишка. Перчик свеча раннеспелый, а фишка среднеспелый. В первом случае до технической спелости пройдет 70-85 дней, а перец фишка созреет на 90-й сотый день. Эти перчики вытянутой формы, красного цвета, масса плодов от 100 до 170 граммов. Это очень неплохо. Да плюс ко всему они еще толстостенные. Стенки толщиной 7-11 миллиметров. Ну что ж, друзья, именно с эксклюзивными сортами можно получить королевский урожай. Спрашивайте эксклюзивные сорта и гибриды от компании Евросемена в магазинах вашего города. Как всегда, вместе с вами работал Виталий Декобрев. Подписывайтесь на мой канал в YouTube и добавляйтесь в группы в социальных сетях. Желаю здоровья вам и вашим растениям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова